Молодец, он уже себя обеспечил. Сирию дал первый, молодец. Теперь, его нужно не следующие пять лет, его нужно нам избирать пожизненно, до самого конца, чтобы у нас был Путин. А в 18-м году вы за кого будете голосовать? За Путина. Только за Путина, вы что? Больше не за кого. Ну, больше не за кого. А вы скажите, вот у нашего президента поддержали, что мы еще о нем сказать? Что я могу сказать? Это Бог наш, спаситель нас. Это ангел, который нам принес, пускай он трудно, но и все тварьи обманывали нас, нас предали, а он нас не предал. Он действительно человек... Ну, Иисус Христос, короче говоря. Современный. Современный. А в 18-м году вы за кого будете голосовать? Конечно, за Путина. О чем риск будет? Даже разговора не может быть. А вот скажите, вы Путина поддерживаете, а почему? Что можете сказать? Потому что он великий президент, он мировой президент, я за него тоже, за Богу молюсь. Хоть мы древние православные, я думаю, можем молиться за все веры, я за него Богу молюсь. Чтобы ему Господь крепкость им дал, силы, чтобы он до 90 лет был президентом. А в 18-м году вы за кого будете голосовать? За него, да. А скажите, вот, а нашего президента поддержали, почему? А потому-то он правильно идет. И мы никакие враги. А мы все добрые люди. И все друг друга жалеем и любим. А эти пусть опомнятся американцы. И пусть не делают это парахло. Вот передайте. Я бы на их месте, я бы была бы там, я бы не знаю, что бы с ними сделали, что они детей и всех стариков всех убивают. А в 18-м году вы за кого будете голосовать? Как за Путина? А что же? Совсем обнаглели от Америки. Почему ее, ее как надо, сильнее ее надо прижать, чтобы она не пикала? Субтитры сделал DimaTorzok